Дай почитать Он проводил серьезные архивные изыскания в Санкт-Петербурге, Париже, Лондоне, Нью-Йорке и других городах. Он бакалавр музыки и магистр музыковедения, доктор философии и профессор музыки Принстонского университета. Он считается одними из самых крупных специалистов по творчеству Сергея Прокофьева. Известны его книги «Народный артист. Советские годы Прокофьева», «Русская опера» и «Символистское движение». Но проявил он себя как режиссер, так, например, он руководил воссозданием балета Прокофьева. По досье выступил сопродюсером мировой премьеры драмы Борис Годунов Александра Пушкина с эпизодической музыкой Прокофьев. Пользуется огромной популярностью как публичный оратор. Книга «Большой театр» начинается с детективной и трагической истории, произошедшей 17 января 2013 года, когда Сергей Филин, художественный руководитель труппы Большого театра, подвергнулся нападению. Нападавший плеснул ему в лицо концентрированную серную кислоту. Автор доказывает, что с незапамятных времен все правители, будь то российские императоры, большевики, Сталин или нынешние политические элиты, всегда смотрели на Большой театр как на символ империи, идеологии или коммерции. Он подробно проследит историю здания театра, его роль в период самых важных этапов становления и развития России. Все это в семи главах. Завершается книга рассказом о Майе Плесецкой. «Как каждый русский человек, я искренне люблю балет, восхищаюсь и горжусь лучшими его представителями. С интересом, хоть и нечасто, но читаю наиболее значимые исследования в этой области. Так много ожидала от книги Саймона Моррисона, даже оттягивала удовольствие, но была крайне разочарована этой книгой, содержащей наряду с достоверными фактами сплетни, грязные историки, копание в мелких подробностях, взгляд на русскую историю и культуру свысока и абсолютное непонимание, по его словам, клише «русская душа». Я как будто про русских посмотрела голливудский фильм. А жаль, 16+. Дай почитать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова